Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры. На календаре 3 августа. С вами Виктор Паньков, компания Amarkets. И мы начинаем математический анализ валютного рынка Forex. Посмотрим, какие тенденции актуальны на текущую торговую неделю и как цена отработала те торговые идеи, которые мы прогнозировали на прошлой неделе. Начнем по традиции с индекса S&P 500. Сейчас видим, что индекс заперся в небольшом флетовом диапазоне. Тем не менее, этот флетовый диапазон с небольшим преимуществом бычьего движения. И поскольку общий тренд у нас восходящий, мы, конечно же, будем рассматривать основную идею на рост данного торгового инструмента. К сожалению, меня сделку, в которую я входил после вот этой незначительной коррекции, как раз 27 июля, выбило вчера по безубытку. Но, тем не менее, я не теряю оптимизма, что еще будут точки входа, которые позволят нам отработать в полной мере то восходящее движение, которое сейчас намечается. Итак, цели ближайшие у нас, в принципе, остаются прежними. Это 4449 и 4468 целевой диапазон. Более дальние цели пока нет смысла рассматривать. Нам бы добраться до вот этих. Здесь же как раз мы отработаем структурное движение цены. И в случае, если будет цена уходить на коррекцию, рекомендуется покупать от уровней 4345 и 4304. Это два таких наиболее важных уровня поддержки. Ну а в целом здесь продолжается у нас восходящий тренд, поэтому рассматриваем это движение как основное. Идем далее. Евро по отношению к доллару. Вот здесь мы с вами 27 числа, напомню, рассматривали вариант продолжения флетового движения. Но, как видим, цена нас благополучно обманула и пошла сразу же в восходящем направлении. Причем, когда мы находились возле вот этого уровня, я говорил, что можно от него купить, но сам этого не сделал, потому что все-таки рассчитывал на продолжение еще флетового движения. Но, как видим, эта сделка принесла бы очень хороший профит. Тем более, что движение здесь было очень четким, математическим. И двухсоставное движение максимальное мы отработали четко. И отсюда уже я зашел в сделку и до ближайшего уровня поддержки вот этот профит собрал. Сейчас у меня здесь, по-моему, открыто несколько сделок. Какие-то открыты в покупку, какие-то открыты в продажу. И я, в общем-то, жду дальнейшего развития событий. Потому что сейчас, как видим, цена у нас запирается в такой некий треугольник с постоянным уменьшением амплитуды. Поэтому не совсем ясно, что с ней будет происходить дальше. Моя рекомендация вам здесь будет следующая. Смотрите, во-первых, у нас сейчас есть еще неотработанные цели в восходящем направлении. Как видим, несколько зон ликвидности на примете. И их нам нужно отработать. Также у нас осталась неотработанная зона ликвидности снизу. Поэтому, исходя из текущего положения, я все-таки думаю, что мы трехсоставным движением уйдем в нисходящем направлении до ключевого уровня поддержки 1.18.286. Отсюда пойдем в восходящем направлении по вот этой структурной размерности до примерно вот этой зоны ликвидности. Это у нас котировки 1.19.402 и 1.19.615. И уже отсюда мы пойдем на коррекцию в нисходящем направлении для того, чтобы достигнуть тех целей, которых мы не достигли в среднесрочном нисходящем движении. Это у нас цель 1.17 ровно. Данный целевой диапазон у нас, в принципе, много сюда, много и достаточно инструментов показывало, что мы можем до этих целей дойти, но так и не дошли. Поэтому все-таки я рассматриваю, что мы сделаем более глубокую коррекцию, затем уйдем вниз, ну а затем уже пойдем глобально на обновление минимумов и, точнее, на обновление глобальных максимумов. Вот такой сценарий видится мне по евро-доллару на ближайшее время. В принципе, здесь больше особо нечего анализировать. Цена в последнее время ходит достаточно неплохо, поэтому те границы, которые мы с вами отметили, они еще актуальны. Далее идем в фунт-доллар. По фунту мы с вами рассматривали, где у нас 27-е, мы рассматривали коррекционное движение для того, чтобы нам выгодно присоединиться к покупкам. Но коррекционного движения достаточного у нас так и не произошло. Уровни находились, сейчас я напомню вам, примерно вот на этих котировках. Это 1.3719 и 1.3664. Но, как видим, цена до туда не дошла, сразу же пошла в восходящем направлении. Вот здесь по двойной размерности можно было открыть сделку на SEL. Но она носила такой достаточно агрессивный характер. Я не стал этого делать, все-таки рассчитывал, что мало ли, может быть, мы добьем сразу же до следующих уровней. Ну а сейчас пока что здесь у меня открыта сделка в бай от уровня минимальной коррекции 1.3890. Те, кто еще не успел присоединиться к этому движению, я вам рекомендую пока этого не делать, потому что после вот такой проторговки есть риск, что мы упадем ниже к уровню глубокой коррекции 1.3842. Либо это будет более глубокое падение по старшей размерности по отношению ко всему восходящему движению. В этом случае у нас будут два актуальных уровня поддержки. Это 1.3864 и 1.3716. Вот, собственно, такой пока что у нас сценарий на текущий момент по фунту. Здесь следует сказать, что пока еще у нас сохраняется позитив восходящего движения. Особенно в связи с тем, что мы пробили достаточно важную линию поддержки и сопротивления. И ориентир следует держать по восходящему направлению на те неотработанные зоны ликвидности, которые у нас остались сверху. Ну здесь, в принципе, только одна зона ликвидности у нас не отработала. Это уровень 1.4219 и верхняя граница 1.4256. Выше данных котировок только звезды, как говорится. Поэтому это будет наша крайняя точка, докуда следует держать позиции. Ну а пока что рассматриваем именно вот этот характер движения. Здесь же можно обратить внимание, что если мы уйдем с текущих позиций ниже, то как раз по трехсоставному движению мы должны прийти в область уровня глубокой коррекции младшего таймфрейма. То есть вот этого последнего восходящего движения. Что, в принципе, будет достаточно логично. И здесь будет неплохая точка входа. Так что ее можете держать как основную. Ну а если все-таки будем пробиваться где-то ниже, то здесь я вам рекомендую дождаться все-таки спуска к котировкам 1.3717, поскольку здесь еще и находится циклический диапазон. Вот такой торговый план у нас по фунту доллару. Идем дальше. Идем дальше. Это у нас доллар-иена. По доллар-иене мы с вами прогнозировали нисходящее движение. Аллилуйя! Так и произошло. В общем-то упали мы вниз. Здесь упали достаточно неплохо, достаточно бодренько. Но тут важен, наверное, другой вариант. Что здесь у нас было несколько вероятных сценариев. Мы рассматривали как падение, так и отскок от уровней поддержки. Это у нас 109.924 и 109.612. В общем-то я использовал и ту возможность, и ту. Тогда у меня уже была открыта сделка на продажу. Но от этих уровней я все-таки решил закупиться и закрыл эти сделки как раз, когда грянули новости ФРС США. Поэтому сейчас здесь я пока что продолжаю удерживать короткую позицию. Но цели по короткой позиции практически завершены. Чуть-чуть буквально нам не хватило сегодня добраться до циклического диапазона. И когда мы до него доберемся, здесь уже можно будет сказать, что цикл снижения у нас закончен. Мы будем ждать с вами какой-то коррекционной волны. Коррекционная волна у нас может пойти на предыдущие размерности, которые имели место быть в текущей волне движения. Либо это будет какая-то более глубокая коррекция, например, вот на такую размерность. Ну это уже такие среднесрочные цели. В любом случае снизу все зоны ликвидности мы с вами благополучно отработали. Есть у нас, конечно, еще одна зона неотработанная, находящаяся снизу. Но здесь первый уровень был оттестирован. Поэтому вполне возможно к ней мы вернемся еще не скоро. И здесь я бы рекомендовал все-таки рассмотреть возможность смены тренда на восходящее движение. Естественно, после достижения нижнего циклического диапазона. Это будет основной сценарий. Альтернативный сценарий, я даже не знаю. Просто здесь если рассматривать альтернативный сценарий, то это будет какое-то двухсоставное максимальное движение. Ну допустим, даже если вот эту размерность взять, то цели по данной размерности будут находиться прям очень глубоко, порядка 160 пунктов вниз. И это гораздо ниже зоны ликвидности, которая осталась неотработанной. Поэтому если на четырехчасовике глянуть, конечно, есть куда падать. И плюс-минус вот эта размерность нам указывает как раз на локальный минимум, который был образован еще 23 апреля. То есть в принципе мы можем досюда свалиться и потом уже пойти в восходящем направлении. Но я не думаю, что такое снижение будет конкретно сейчас. Если допустим рассмотреть вот эту размерность, которая была ранее, и подставить ее на текущее движение. Давайте посмотрим. Тут цели у нас находятся вот здесь. Вот здесь находятся цели. Это 108-144. То есть в принципе это конечно повыше, чем локальный минимум, но тем не менее это все еще достаточно серьезные цели. Вот поэтому я рекомендую до такой степени не быть оптимистом и рассматривать те движения среднесрочные, которые нам явно видны и которые мы можем гарантированно отработать. Так, идем дальше. Доллар-канадец. Доллар-канадец все-таки свалился вниз после отработки этого флетового движения, но максимальных целей своих не достиг. Поэтому у него все еще остается вероятность движения в нисходящем направлении. Тем более, что как видим сейчас мы выполнили трехсоставное коррекционное движение точно до нижней границы флетового диапазона и отскочили вниз. Собственно, вот этот диапазон между уровнем минимальной коррекции и глубокой коррекцией у нас является потенциальным на разворот. Поэтому здесь мы будем рассматривать варианты на продажу. То есть уже сейчас можно попробовать зайти в нисходящем направлении, открыть сделку в шорт. Так, и по такой размерности у нас с вами цели будут находиться вот в этом небольшом диапазончике. Между котировками 1.23.25 и 1.23.48. Вот такой торговый план пока что по доллар-канадцу. Дополнительные уровни сопротивления 1.25.88, 1.26.72, которые соответствуют старшему таймфрейму, то есть всему вот этому нисходящему движению. Ну а ближайшие цели по циклу повышения находятся в котировках 1.26.045 и 1.26.189, как раз между ключевыми уровнями и соответствуют верхние границы флетового накопления. То есть, в общем-то, ситуация достаточно простая. Ожидаем дальнейшего снижения по структуре движения цены и далее отрабатываем коррекционное движение. Помним, что снизу у нас остались неотработанные зоны ликвидности, поэтому мы можем провалиться гораздо дальше, чем данный циклический диапазон и пойти сразу же на отработку этих целей. Идем далее. Доллар-франк. Доллар-франк сейчас находится в таком, скажем, ключевом моменте в некотором роде, потому что, во-первых, мы подошли к нижней границе трендового нисходящего канала, во-вторых, мы сейчас тестируем уровень глубокой коррекции по отношению ко всему вот этому восходящему движению. И здесь, наверное, очень такой интересный вариант, что же будет дальше с данной валютной парой, потому что, по-хорошему, тот срыв цены, который здесь был, мы его еще не закрыли. То есть, я бы сказал, что фундаментально данная пара будет еще падать вниз до вот этого среднесрочного диапазона, после того, как закроет срыв цены, который произошел 16 июня. Только после этого мы можем рассчитывать на какое-то коррекционное восходящее движение. Но, опять же, вот этот вот характер нисходящего трендового движения, при том, что это даже не вторая волна, это именно первая волна. То есть, мы сделали рывок, сейчас идет нисходящая коррекция. В большинстве случаев после таких технических картин у нас происходит пробой и продолжение восходящего движения. Поэтому здесь стоит быть осторожным и все-таки работать по тренду. Поскольку тренд у нас сейчас нисходящий, значит, мы будем с вами работать в нисходящем направлении. Но рассчитывать на пробой движения вниз, наверное, будет наивно с нашей стороны. Поэтому я рекомендую вам дождаться коррекции к одному из ключевых уровней сопротивления и оттуда уже открывать какие-то сделки. Ну, во-первых, смотрите, у нас здесь есть стоп-лоссы, которые, как видим, соответствуют предыдущей структуре движения цены, а именно коррекционной структуре. Поэтому можно какую-то часть сделок попробовать открыть уже отсюда. Далее у нас идет ключевой уровень глубокой коррекции, а нет, ключевой уровень минимальной коррекции по отношению вот к этому последнему срыву цены. Это уровень 0.90946. И есть уровень, в котором сходятся сразу два уровня. Давайте я покажу, чтобы было понятно. Первый уровень – это у нас уровень глубокой коррекции по отношению к последнему нисходящему движению. И второй уровень – это уровень минимальной коррекции по отношению к всей нисходящей волне. Соответственно, конечно же, наиболее приемлемым было бы принимать решение именно от этой котировки 0.91217, потому что здесь есть наибольший шанс отскока и продолжения нисходящего движения. Тем более, что, как видим, это сильнейший уровень поддержки и сопротивления. Поэтому я бы вам рекомендовал именно обратить внимание на этот уровень и от него принимать решение по дальнейшему походу вниз. Ну, а если все-таки этот уровень будет как-то проторгован, то ключевым для нас показательным будет являться уровень 0.9163. Если мы его не сможем пройти, значит, пойдем по тому сценарию технической картинки, которую я вам озвучил буквально минуту назад. Так, идем далее. По австралийцу доллару. Здесь мы пока что пытаемся карабкаться в восходящем направлении. Движение у нас достаточно четкое. И сегодня австралиец еще раз укрепился на ночных новостях. Ближайший уровень сопротивления у нас 0.7426. До него не так уж и много осталось. И оттуда можно попробовать открыть продажи с целью продолжения нисходящего движения. Все-таки тренд у нас здесь нисходящий. Цели внизу это 0.72, 0.37, 0.72, 602. По структуре, как видим, должны прийти примерно в нижнюю границу данного диапазона. Ну а если рассматривать перспективы восходящего движения, в случае, если здесь действительно имела место смена тренда, то среднесрочный диапазон у нас будет находиться на котировках 0.75, 0.37, 0.75, 0.57. Ну и также еще одна цель чуть выше. Можно ее отметить даже линией. Это 0.75, 0.72. Так что вот, в принципе, такие цели у нас сейчас есть по австралийцу. Ну, до верхних целей еще далеко. С текущих позиций это все-таки 146 пунктов. Австралиец не всегда такие движения выполняет. Но если смотреть по максимальному движению, то, в принципе, мы можем туда прийти, если будет для этого какой-то фундамент. Так, идем далее. Новозеландец. По Новозеландцу мы пытаемся пробить линию поддержки сопротивления. Пока что несколько раз потанцевали. Возле нее. Но и сегодня ночью все-таки Новозеландец укрепился. Сейчас у нас задача сорвать вот эти стоп-лоссы. Будьте внимательны. Они находятся на котировке 0.70, 251. После них возможен какой-то откат коррекционный. Но не пугайтесь, если цена уж решила пойти вверх, то, скорее всего, она пойдет. Тем более, что структурно у нас есть куда идти. И есть ключевой диапазон сверху. Это 0.70, 70, 0.70, 87. Поэтому это будет наш основной сценарий. Восходящее движение. К сожалению, каких-то точек входа здесь особо нет. Если только цена не сделает коррекцию вот на такое составное движение. И не оттестирует уровень поддержки и сопротивления, находящийся на котировке 0.69, 911. То здесь особо я не рекомендовал бы уже лезть в рынок. Поскольку чем выше поднимается цена, тем более цены оказываются невыгодными. Поэтому будьте внимательны. Мы ждем коррекции к вышеуказанному диапазону. Отсюда можно будет уже пробовать какие-то продажи. Тем более, что скорее всего здесь есть какой-то уровень. Нет, уровня здесь нет. А, нет, есть уровень. Да, уровень действительно есть от максимума. То есть вот он. Этот уровень находится. Не заметил я, что не на максимум изначально. Вершинку поставил. Так что вот котировка 0.70695 для нас сейчас является ориентиром. Ждем движения цены к этой котировке. Отсюда уже продаем. Цели снизу у нас остаются прежними. Это ключевой диапазон 0.6841, 0.6854. Структурно мы пока еще имеем шансы дойти до верхней его границы. Но по более старшему таймфрейму, конечно же, можем опуститься еще ниже. Но на это также в текущей ситуации не стоит рассчитывать. По крайней мере, что это падение будет быстрым и стремительным. Давайте будем реалистами и дождемся какой-то конкретной ситуации. Идем далее. Золото. Так, по золоту. Мы отработали вверху цели. Здесь была великолепнейшая точка входа. Я не помню, если честно, буду рад, если вы мне в комментариях напомните, отмечали мы эту точку или нет. Мне кажется, что отмечали. Но я могу ошибаться. В общем, это вот как раз тот момент, когда у нас в одной точке сходится все. То есть здесь и двойная максимальная структура движения, и циклический диапазон, и сильный уровень. То есть, в принципе, это та точка, которую мы, по идее, должны с вами искать в нашем анализе, когда несколько вариантов сходятся в одно значение, и здесь уже появляется некая уверенность дополнительная в данной точке входа. Как видим, эту точку мы отработали великолепно. Мы именно вчера оттолкнулись от уровня поддержки. Причем этот уровень поддержки, как видим, я рисовал здесь несколько зон для того, чтобы лучше понимать зону, на которую они распространяются. Как видим, здесь были некоторые погрешности, очень много шпилек было отрисовано, поэтому не всегда понятно было. Сейчас идея следующая. Тренд у нас здесь пока что остается восходящим, хоть мы и не пробили локальным максимум, но тем не менее. Я бы рекомендовал дождаться еще небольшого спуска цены, котировки 18218, а вот отсюда бы уже зашел в покупку до верхней зоны ликвидности. Это основной сценарий, но будьте внимательны, исходя из последнего структурного движения, ну что ж такое. Исходя из последнего структурного движения, мы видим, что цена может уйти еще пониже и оттестировать нижнюю зону ликвидности, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Не открывайте здесь сделку на какой-то большой объем. Используйте либо рабочую, либо половину рабочего, что будет более предпочтительно. Если что, потом сможете добавиться как раз в нижней границе зоны ликвидности. Ну и соответственно ждем дальнейшего роста. По структуре мы пока еще здесь даже трехсоставного движения не выполнили. Ну а по трехсоставному движению должны прийти как раз в верхнюю зону ликвидности того вложенного дня, который у нас был совсем недавно. Вот такой сценарий по золоту. Так, идем далее. Серебро. Серебро, как раз мы рассматривали его в районе нижней границы. Я говорил, что очень похоже, как будто мы пойдем вниз и так и произошло. Мы свалились вниз. Причем такого падения, честно, я не ожидал. Здесь стояла сделка на покупку. И в итоге вот здесь это выбило по стоп-лоссу. Это было очень обидно, потому что потом цена все-таки пошла в нужную сторону. В итоге, сделав, оттестировав нижние и верхние зоны ликвидности, цена скорректировалась и как раз буквально час назад дошла до уровня минимальной коррекции. Сейчас мы будем рассматривать основной сценарий на повышение. Но будьте внимательны, серебро может вслед за золотом спуститься еще ниже к уровню глубокой коррекции 24,95. И отсюда уже начать восходящее движение. Цели вверху есть. Как минимум, это циклический диапазон 26,099, 26,231, который у нас до сих пор не отработал. Ну и в принципе дальше есть куда расти. Кстати, обратите внимание на такой интересный феномен, что, по-моему, кто-то писал в комментариях, что по золоту у нас образовалась голова-плечи. Ну, если мы внимательно посмотрим, то... Сейчас. Вот она. Это голова-плечи. Вот. И, собственно, я так понимаю, что этот человек ждал движения в нисходящем направлении. И здесь это движение не отработало. То есть мы в итоге ушли наверх. А вот по серебру та голова-плечи, которая была образована, отмечу, вот она. Ну, такая, конечно, кривоватая голова-плечи, но тем не менее. Она отработала вниз. Но сейчас у нас формируется еще одна голова-плечи. На этот раз нисходя... Разворотная в восходящем направлении. Ну, и будет интересно понаблюдать, отработает ли эта формация. Вообще, конечно, в эти паттерны я стараюсь особо не верить и особо на них не обращать внимания. И уж тем более не ориентироваться на них при принятии решения открывать сделку или не открывать. Потому что все-таки эти паттерны видим не только мы и обоснованы они в первую очередь психологией работы на рынке. А значит, те люди, которые двигают рынок, они иной раз могут обмануть всю толпу. Так что, будьте здесь предельно внимательны. Итак, надеюсь, по серебру всем понятно, что мы делаем. То есть мы либо с текущих позиций покупаем, либо ждем до дальнейшего снижения, до уровня 24.956. И отсюда покупаем. Продавать можно от циклического диапазона, но будьте внимательны, это будут агрессивные продажи, поэтому не рассчитывайте на какой-то большой take profit и обязательно выставляйте стоп-лосс. Идем далее. Нефть марки Brent. По нефти мы ждали коррекции для того, чтобы нам закупиться. Закупиться не получилось, потому что мы так и не вернулись ни к одному ключевому уровню, откуда мы могли бы это сделать. Однако вчера цена очень бодренько спустилась. И давайте посмотрим, что же теперь у нас здесь есть. Так, у нас есть уровень минимальной коррекции 72.40, есть уровень глубокой коррекции 70.53. До них мы еще не добрались, поэтому в принципе можно подождать какого-то движения. Максимальные цели мы по текущему циклу выполнили, поэтому скорее всего мы даже до них не доберемся. Возможность текущих позиций через вот такой паттерн мы уйдем в восходящем направлении. Ну, та размерность, которую мы сейчас выполнили, я бы сказал, что все-таки будет какое-то еще снижение. Хотя, возможно, мы выполним не большую размерность, а вот такую малую размерность. И можно сказать, что мы ее уже выполнили. То есть к чему я это говорю? Потенциал снижения, он еще есть, но не факт, что он произойдет. Поэтому можете оставить здесь отложенный ордер, buy limit, в надежде, что мы все-таки еще скорректируемся. Ну и тогда у вас будет как минимум еще один еще один фактор того, что цена должна развернуться и пойти дальше. Ну, потому что это будет коррекционное движение и плюс здесь, скорее всего, нарисуется дивергенция. Вот, мы уже с вами пойдем добивать верхние цели. Верхние цели находятся в районе 76, 79, 77, 18. Это циклический диапазон, который мы в текущем структурном движении так и не отработали, поэтому рассчитываем на достижение этого уровня. Ну, а движение вниз я пока здесь не рассматриваю. Единственное, что здесь возможно, это если мы не пройдем, ой, если мы не пройдем уровень минимальной коррекции 74, 18 или уровень глубокой коррекции 74, 92, то, возможно, мы уйдем на вот такое двухсоставное движение вниз, то есть уже на более старшем таймфрейме. И здесь, соответственно, у нас цели будут находиться. Давайте посмотрим. Ну, скорее всего, вот здесь, вот в этом диапазончике 71, 60, 71, 98. Ну, и ключевой уровень 71, 58, который когда-то мы отмечали, ну, вот он так и остался. Ну, вот мы его, скорее всего, отмечали вот в этот момент. Вот он у нас и остался на графике. Так что такой сценарий, если мы не пройдем уровни сопротивления, также вполне возможен. Так, доллар-рубль. По доллар-рублю мы продолжаем нисходящее движение. Здесь у меня была открыта сделка, ее выбирал по стоп-лоссу. Никак я не могу поймать нормально этот рубль на покупку, но, тем не менее, пока что надежды не теряю. В общем-то, здесь у нас идея очень простая. По текущему нисходящему движению цели у нас переформировались вот в этот диапазон 72, 24, 72, 45. Отсюда, соответственно, можно начинать потихоньку покупать, тем более, что здесь у нас вблизи локальный минимум находится. Ну, а ключевые уровни поддержки мы уже с вами давным-давно прошли. Даже если мы возьмем все вот это движение, то эти уровни уже остались позади, поэтому на них особо надежды нет. Если смотреть по структуре движения цены, то максимальные цели как раз должны привести нас в верхнюю границу данного циклического диапазона. Поэтому здесь я рекомендую с текущих позиций ничего не делать, ничего не предпринимать, а подождать, когда цена снизится еще немного, зайдет за уровень 72, 58 и оттуда уже спокойно искать сделки на покупку. Если, соответственно, эта идея у нас не сработает, тогда, вероятнее всего, мы увидим грандиозное падение доллара по отношению к рублю где-то в район 68, 93. Не знаю даже, что фундаментально должно произойти, чтобы это событие имело место быть, но сейчас очень многие аналитики говорят о том, что если США не предпримет каких-то мер в отношении госдолга, то к сентябрю мы можем увидеть реальный дефолт американской экономики. Поэтому, если только это явится фактором такого настолько мощного ослабления американского доллара, что даже рубль к нему подорожает, то почему бы и нет, посмотрим, понаблюдаем. По восходящему движению цели, ну, у нас есть, в принципе, неотработанный диапазон 75, 46, 75, 77. Есть какие-то более дальние структурные цели, 77, 42. Но в данном случае, как минимум, цена должна подняться до верхней границы трендового канала. Так что, в принципе, по достижению верхней границы можно уже фиксировать часть прибыли, остальное переводить без убыток, дабы избежать еще одной волны снижения и сидеть без прибыли. Так что, пока так. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Желаю вам хорошего дня и удачной торговли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!